Без этой процедуры не обходится ни один серфер. Воск всегда был и остается для них незаменимым. Для натирки своей доски Анна Чудненко использует химический воск. Говорит, он приклеивается лучше, чем натуральный, а значит, обеспечивает нужное сцепление ног с доской. Как раз то, что необходимо для покорения волны. Карвинг, катбэк, снэп – это трюки, состоящие из поворотов разной степени сложности и конек Анны. Сюрфингистка живет в Панаме, но выступает за Москву. В этом спорте она более 20 лет и показывает отличные результаты на турнирах разного уровня. Но на чемпионате России ей удалось победить впервые. Всегда на чемпионатах очень трудно и никогда нет прекрасных волн. Так что я как бы привыкла тренироваться в плохих кондициях. Я думаю, кондиции были классные, можно было что-то показать. Я откаталась, я рада своим проездам. Я хороший самокритик. Думаю, что могла, конечно, сделать и лучше. В России это у меня третий год и у меня на взросление накопилось, потому что первый год я третий, а второй год я вторая, а вот теперь уже третий год я первая. Ну, короче, как говорится, заслужила. Первое место на чемпионате России обеспечивает вход в национальную сборную. Именно на таких волнах, как в Сочи, когда обычно и кататься-то серферы не пойдут, спортсмены показывают свой уровень. Судьи оценивают проезд спортсмена независимо от волны. Конечно, волна дает что-то, но должна быть показана критичность секции. То есть там, где рушится волна, наиболее критическая секция. И спортсмен должен стартовать в ней. Высоко оценивается первый элемент – переходы между трюками и завершающий проход по волне. Набор маневров у всех спортсменов разный, как в принципе и характер волны. Спотхоста – лучшее место для серфинга в Сочи. На этом пляже есть так называемая банка. Натыкаясь на препятствия, волны вырастают и создают стенку, которая нужна для серфинга. «Вчера у меня была замечательная возможность познакомиться не только с участниками чемпионата России. Я с ними провел лекцию, поделился своим опытом, но и получил массу впечатлений от этого места, от сочинской волны. Здесь есть и природная часть, подходящая для серфинга. В море впадает река и волнорезы. Эти два фактора позволяют создавать резкую волну, а значит, можно показывать интересные элементы. А главное – вода еще теплая. И это здорово». Самые подходящие волны сегодня пришли с первыми лучами солнца и уже к полудню определились победители. Лучшей среди женщин в дисциплине «Короткая доска» стала Анна Чудненко, а среди мужчин – Никита Авдеев. Они вошли в состав сборной России и в следующем году будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. А это шанс попасть и на Олимпийские игры. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.